Комнату приёма пищи в прокалочном цехе теперь не узнать, хотя вся работа ещё не завершена. Оконы проём сделали меньше и заменили стеклопакет. В комнате установили кондиционер, стало тепло и даже светлее, чем было. Светильники заменили. Цвет стен выбрали не марки, но приятный глазу. На окна повесят яркие жалюзи. Ремонт сделан с иголочки. Всё новое от пола до потолка. Результат порадовал сотрудников. Конечно, получилось. Большое спасибо начальству, которое всё подписали, сделали так, чтобы людям было хорошо, удобно кушать. Этой комнатой пользуются крановщики прокалки и сотрудники УТК. Заявку на ремонт комнаты женщины подавали за годе. Все работы выполнили в течение месяца. Осталось только завести и собрать мебель, установить бытовую технику. Это, наверное, полочки, которые входят в эти шкафы. Мы не открываем, ещё ничего не смотрим, потому что всё новое, что мы делаем. А в смесельно-прессовом цехе комнату приёма пищи сдали под ключ почти месяц назад. Из двух небольших помещений сделали одно. Комната, в принципе, хорошая. Нравится очень даже. То есть мне удобно, уютно. Шума такого нет. Ну, чисто, просторно, светло. Воду подключили, кулер нам поставили. Это очень даже хорошо, потому что вода холодная. Это вообще прекрасно. Новый кафель, новые окна, светильники, кондиционер, много вместительных шкафчиков. Здесь обедают, а также заходят чуть придохнуть. Прессовщики, крановщики, машинисты, мельницы, даже мастера. Всего две бригады. Тут тоже кружки, чашки, ложки, стаканы. То есть всё для того, чтобы принять пищу, попить чаю, посидеть. Здесь всё под рукой. В всяких условиях и работать приятно, говорят сотрудники предприятия. Но на этом все перемены не заканчиваются. На заводе продолжают собирать заявки. Комиссия уже сделала обход. Смотрели приоритет отдать на следующий год комнатам приема пищи или комнатам душевым. То есть будет принято окончательное решение уже в октябре, чтобы строительные работы уже запланировать нам, обсчитать на какую сумму. Я думаю, что к концу ноября, где-то в середине ноября у нас уже будет план на 2018 год. В этом году ещё планируется докупить пурифайеры, кондиционеры, телевизор для разных подразделений и завершить начатые ремонты.